Здравствуйте, дорогие невесты! Меня зовут Ольга Ермилова, и я хозяйка свадебного агентства «Идеальная свадьба» в городе Киев. И сегодня я хочу продолжить с вами общаться на тему, что вы должны знать о свадебных агентствах. И мое сегодняшнее послание звучит следующим образом. Когда вы прошли или когда с вами провели первую встречу, то чаще всего вы уходите думать. Конечно же, если свадебный организатор вам очень нравится, не надо думать, нужно заключать договор и уже, в общем-то, приступать к работе. Но если вас все-таки что-то смущает, или вы еще до конца не определились, или, возможно, вам нужно посоветоваться, вы уходите домой. И здесь для очень многих клиентов появляется такой вопрос. А должен ли свадебный организатор, и может ли он, прислать ли мне какое-то предложение после, дать какую-то смету, что-то дать посмотреть? Сегодня я хочу дать вам ответ на этот вопрос и однозначно сказать, что должен. Мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы принять решение, вам необходимо с кем-то посоветоваться, так как это свадьба, есть как минимум два человека, это он и она, а зачастую еще и родители, которые принимают решение. И если свадебное агентство, организатор не присылает вам предложение или говорит вам о том, что нет, я не скажу вам никаких цифр, я не буду ничего готовить до тех пор, пока вы не заключите договор, и, собственно, вы выходите в вашей голове вообще ничего не понятно, то бежать нужно от такого организатора. Еще один важный момент. Свадебный организатор должен быстро готовить вам предложение. Мы стараемся делать это в течение нескольких часов, но даже если у нас очень много работы, сутки, это вполне достаточный срок для того, чтобы вы могли получить свое предложение и, в общем-то, уже сделать некие выводы. Если же организатор говорит, что вам нужно ждать его неделю, то вы должны понимать, что и работа с вами, с вашей свадьбой будет происходить точно так же. Во-первых, совершенно не в первую очередь, во-вторых, все это будет длиться бесконечно, и даже если у вас много времени на подготовку, поверьте, в большинстве случаев оно может просто убиться понапрасну, и может случиться так, как случилось когда-то со мной, когда, в общем-то, я еще была невестой, когда агентство в самый последний момент поставило меня в известность, что, оказывается, моей свадьбой никто не занимался, а я-то рассчитывала на профессионалов. Поэтому всегда просите предложение, смотрите, как быстро его присылают, и смотрите, что там есть. Если вам ничего не понятно, если вы видите, что от вас все скрывают, стоит задуматься, нужно ли обращаться к таким организаторам. Ну, а если вы хотите организовать свадьбу в Киеве, если вы хотите быстро получить свое предложение, конечно, приходите к нам, мы будем вам рады в нашей идеальной свадьбе.